В 2022 году рост объема продаж электромобилей в России составил 33%. А к 2030 году в стране ежегодно будет производиться 217 тысяч электрокаров. Поэтому в России стремительными темпами создается новая индустрия по выпуску тяговых накопителей энергии. Она включает в себя полный производственный цикл от рудника до утилизации. Уже сегодня на отечественных аккумуляторах работают троллейбусы, а также ведется разработка накопителей энергии для авиации, железнодорожного, водного и других видов транспорта. В ближайшей перспективе производство электромобилей и инфраструктуры для них станет полноценным сектором экономики. Он обеспечит около 40 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест. Для этого в стране активно создаются новые заводы, выпускающие тяговые накопители энергии. Так, Росатом построит в Москве крупнейший в стране завод по производству аккумуляторов для электротранспорта. Гигафабрика будет выпускать порядка 50 тысяч батарей в год. При этом 90% процессов на предприятии будет автоматизировано. Сначала батареи будут устанавливать в электробусы и электромобили «Москвич», а в дальнейшем – на трамваи, речной транспорт и средства индивидуальной мобильности, которые используют в столице. Планируется, что завод выйдет на проектную мощность в 2026 году. А до конца 2030 года предприятие поставит 150 тысяч тяговых батарей «Москвичу» и более 5 тысяч «Мосгуртрансу». При этом столичное производство литий-ионных батарей полного цикла станет уже вторым для Росатома. Первое должно к 2025 году заработать в Калининградской области. Хороших вам новостей!